Всем привет! Это новости с Чалым и с вами, собственно, Сергей Чалый. Вы будете смеяться, но у нас опять продолжается закрытый диалог с Лукашенко. На днях он под видом совещания по вопросам безопасности записал опровержение выводов и предположений из нашей последней передачи. Я не оправдываюсь прямо так, и говорит он. Я не оправдываюсь, но я хочу, чтобы вы это понимали. В то же время, если, не дай бог, что случится, мы бежать за границу не будем. Мы будем защищать свой дом и свою землю. Ну, то есть домик Гаграх он просто так присматривал. Но самое главное, он все это произносит в военной форме, впервые с начала войны в Украине. Но это не может же быть просто опровержением нашей прошлой передачи. Вот, мол, смотрите, я могу и надеть в военной форме. Но какой-то же месседж за этим должен быть. Оказывается, он ведет спор с еще одним загадочным персонажем. Недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами «Лукашенко готовится к войне». Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал. Если хочешь мира, готовься к войне. Мы, кстати, не имеем ни малейшего представления, кто бы это мог быть. И даже составили с помощью искусственного интеллекта несколько вариантов его фоторобота. Так вот, Лукашенко, оказывается, готовился к войне. Причем не сейчас, а всю свою президентскую жизнь. Кстати, напомним, крылатое выражение «сивис пак им парабеллум» с латыни «хочешь мира, готовься к войне» принадлежит Флаве Вегетсу Ренату. И полностью звучит оно так. Таким образом, кто хочет мира, пусть готовится к войне. Кто хочет победы, пусть старательно обучает воинов. А кто желает получить благоприятный результат, пусть ведет войну, опираясь на искусство и знания, а не на случай. Ну то есть, смысл этого выражения не в том, чтобы избегать войны, а в том, что хороший мир – это результат выигранной войны. Ну окей, вот ты всю свою президентскую жизнь готовился к войне. Больше того, ты же к ней даже подстрекал своего старшего союзника. Ну и вот, вот она эта война. И что мы видим? Нет, ну мы вроде как в ней участвуем, вроде как в ней не участвуем, кормим, лечим, но никого не убиваем. Выглядит как оправдание участника вооруженного налета. Не, ну я же не стрелял, я же только на стрелке стоял. В общем, как в том анекдоте про плачущую секретаршу в Министерстве культуры. Я 20 лет ждала этого звонка, и когда мне наконец позвонили и спросили, алло, это прачечная, а я растерялась. Ну, про то, что Лукашенко не может определиться, чего он хочет, мы также уже говорили. Никакой мобилизации нет, но всех надо повесткой призвать, посмотреть, кто где живет, все взрослые населения обучить. Каждый, кто должен и может держать оружие в руках Беларуси, должен им уметь пользоваться. Хотя бы элементарным. Это касается и женщин, и мужиков. А вот что действительно нового было в этом совещании, так это поручение Лукашенко разъяснить неблагодарному населению, чего же Лукашенко хочет от своих военных, причем поручить самим же военным. Президентам поставлена задача вот эту обстановку, которая сегодня складывается, довести до широкой общественности, до нашего населения. Народ Беларуси должен понимать, что сегодня происходит, и почему такие меры предпринимаются, какие угрозы исходят. Поэтому президентам поставлена задача проинформировать население республики, провести, скажем так, информирование той военно-политической обстановки, реальной обстановки, действительно, в крупных коллективах, на предприятиях, в ведомствах, для того, чтобы народ Беларуси понимал и оценивал вот эту обстановку, и ценил то, что происходит, и то, что сегодня делается в нашей стране для защиты нашего населения, обеспечения нашего народа. Что сразу бросается в глаза? Это же просто клиническая неспособность конкретно недвусмысленно сформулировать, что же они собираются народу объяснять. Вот эта обстановка, которая сегодня складывается, такие меры принимаются, что сегодня происходит, и так далее. Ну какая обстановка? Что складывается? Какие меры? Объясните вы человеческим языком. И это же не только Вольфович внезапно заболел косноязычием. Сам Лукашенко же в последнее время изъясняется точно так же, как в том анекдоте. Нет, ну ты у меня такая умная, придумай сама что-нибудь. Смотрите, на этом же совещании. Зачем им нужен Хаймар с военным людям, думаю, пояснять не надо. Мы должны быть готовы к любым вариантам развития обстановки. Любым это каким. Если бы в 20-м году мы не выстояли, понятно, где бы мы были. А действительно, где бы вы были. И это очень не похоже на Лукашенко, который обычно за словом в карман не лезет. И означает это только одно, что картина мира, которую он не может произнести открыто, будучи артикулированной, звучала бы просто как бред сумасшедшего. И она так и выглядит. В те редкие моменты, когда Лукашенко пытается так ее сформулировать, причем уже второй раз, то есть это не оговорка, второй раз за последнее время, он пытается нас убедить в том, что это не Россия напала на Украину. Это США пытается через Европу провоцировать Украину, чтобы ослабить Россию, чтобы подобраться ближе к Китаю. И в прошлом сезоне мы говорили, что такой путь выглядит единственным, если смотреть на карту, а не на глобус. А вот кто не стесняется всю эту бредовую картину мира описывать во всех красках, так это Путин. Путин, который даже свой триумф молит подписание договоров о принятии новых территорий в состав России, сумел превратить в лекцию. Все комментаторы обратили внимание на внешнюю сторону этого события. Ну, например, на то, что впервые акт об аннексии подписывался в момент отступления войск. О том, что сами границы России в силу неопределенности границ присоединенных территорий стали такими же неопределенными. Ну или шутки про то, что пребывание Красного Лимана в составе Российской Федерации было хоть и коротким, но запоминающимся. Я же решил сосредоточиться на смысле, если так можно сказать, этого выступления. И сразу же бросается в глаза, что и Лукашенко, и Путин черпают вдохновение из одного и того же отравленного источника. Тут тебе и санкционный близкрик, про который повторяют оба. Тут тебе и англосаксы, издревле гадящие самобытным славянам. Тут тебе и рента гегемона, который получают США, печатая доллары. В общем, полный набор юного геополитика. Кстати, доллары, которые на хлеб не намажешь, это же еще одна общая их тема. У Путина это звучит так. Ну вот и вырисовывается стратегический союз Лукашенко и Путина, великой продовольственной державы и великой энергетической державы. Что роднит этих двух персонажей, это образ человека, который разбирается во всем и ни в чем. Про которого Фрэнсуа Миттаран однажды сказал. Очень жаль, что все, кто умеют руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами. И наша трагедия в том, что в нормальных странах эти люди работали бы таксистами, а в ненормальных дорвались до управления государством. Причем в случае Путина это даже не метафора. Он сам по собственному признанию в 90-е годы вынужден был подрабатывать в извозе. И действительно, очень легко представить себе такого обиженного на весь мир таксиста, несущего всю эту пургу, да еще и приговаривающего. Ну что, не так, что ли? Ну скажи, что не так, что ли? А в случае с Путиным я прям представляю себе вот это классическое. Так-то я в КГБ работаю, а таксую я для души. Так вот, продолжая мысль стратегического союзничества великой продовольственной и энергетической державы. Лукашенко, похоже, почувствовал запах денег. Больших денег. Никогда он еще так часто не говорил про деньги, как во время кадровых назначений 3 октября. Мы все можем продать в России и Китае, и в два раза больше можем продать. Леонид Константинович Заяц контролирует эти процессы в стране, экспорт, продовольствие. Он говорит, два раза еще можем увеличивать производство, и мы продадим это все по хорошим ценам. Мы с президентом России часто встречаемся, и он мне часто говорит, вот нам это, это, это надо. Вы можете это сделать. Включайтесь и добавляйте. Я же деньги плачу, это же не бесплатно. Вот в последнем переговоре президент России сказал, мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники. Но есть один нюанс. Надо отдать должное. Мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, высокоточное оружие не работает. Ну ничего не работает. И слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому, Андрей Сергеевич, я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко. Организовывать процесс этот. Там надо прорыв. Капитальный прорыв. Только каким-то удивительным образом оказывается, что для продовольственного прорыва нужно такое крепостное право, которое и не крепостное право, но при этом все перемещение трудовых ресурсов возможно только с разрешения начальников райисполкома. А для промышленного прорыва нужно почему-то построить в каждом районе по одному хорошему предприятию до 100 рабочих мест, продукцию которого можно будет продавать на экспорт. Так же, как до этого, для защиты своей земли требуется такая мобилизация, которая не мобилизация, но каждый, кто может, тот и должен держать оружие в руках. Но вообще бросается в глаза, что все эти идеи Фикс Лукашенко это же бледная копия главных идей по-настоящему великих диктаторов. Другое дело, что последние свои звериные сущности не стеснялись и в реализации своих идей доходили до самого конца, до логического абсурда. Вот, например, Сталин. Когда нужно было решить проблему бегства людей из колхозов, он просто отобрал у сельчан паспорта, которым вплоть до брежневских времен для выезда за пределы района требовалось разрешение руководства. Ну или Гитлер, который задачу по мобилизации решил созданием народного ополчения. Фолькштурм, о которой сами немцы говорили, в фолькштурме будут те, кто уже умеют ходить, и те, кто еще может ходить. Ну или албанский правитель, ярый сталинист Энвер Ходжа, который после Второй мировой войны так начал готовиться к нападению на свою страну, что построил более 700 тысяч долговременных огневых точек по всей стране. Так что на один квадратный километр приходилось в среднем 24 бункера. Ну или как Мао во время большого скачка пытался поднять экономику с помощью производства стали в кустарных доменных печах из глины, едва ли не в каждом дворе. Да так что получаемый низкокачественный чугун годился только для производства плугов и мотык. Лукашенко, который так и не определился со своей ролевой моделью, похоже решил, пусть непоследовательно, пусть половинчато, пусть застенчиво, но реализовать все четыре безумные идеи других исторических владеев. Это были новости с Чалом, до встречи через неделю, пока!